Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Какие чувства вы испытываете во время грозы? Восторг, страх, благоговенный трепет? Как вы думаете, каков шанс быть убитым молнией? Вероятность поражения небесным разрядом минимальна – 1 к 2 миллионам. Я не знаю, кто и как это подсчитал, но именно такая цифра фигурирует на некоторых метеосайтах. Но, тем не менее, шанс погибнуть от гнева Зевса-Громовержца куда более вероятен, чем от следующих неприятностей. В авиакатастрофе, от падения с кровати, от извержения вулкана, от острых зубов акулы или огромной пасти бегемота. Кстати, информация для общего развития. От нападений бегемотов на Земле погибает больше людей, чем в авиапроисшествиях. От падений кокосовых орехов значительно больше, чем убивают акулы. Приведу простые цифры для понимания. Падающие кокосовые орехи уносят 150 жизней в год, а акулы – всего 5. Странно, но про мерзких и страшных акул регулярно снимаются душераздирающие фильмы ужасов. А о коварных кокосовых пальмах-убийцах почему-то нет ни одного триллера. В этой заметке я расскажу вам несколько удивительных и невероятных историй о молниях. Написать ее меня побудило письмо от моего старого приятеля, талантливого губкинского музыканта, композитора, гитариста-виртуоза Александра Губаева. В том письме он сообщил мне о своей личной очень неприятной встрече с молнией. И вот как это было. Однажды в июне 2015 года Александр ехал в отпуск на своей машине. Погода портилась прямо на глазах. Недалеко от города Перми он пересек мощный грозовой фронт. И как только автомобиль въехал в стену дождя, водителя сначала ослепила яркая вспышка, а потом оглушил громкий треск гигантской небесной плетки. Резануло по ушам. Машину сильно тряхнуло, и она заглохла. Александр ударил по тормозам и взглянул в боковое зеркало. Взглянуть-то он взглянул, да только ничего там не увидел, потому как зеркало отсутствовало. Разряд молнии попал именно в него, мгновенно испарив стекло и пластик. Остался торчать только искореженный и вывернутый металлический корпус бывшего зеркала. В машине сгорела вся электроника. Но удивительное дело, на корпусе автомобиля не было ни царапины. С одной стороны, очень неприятное приключение и весьма печальная дорогостоящая поломка. Но с другой-то, Александр остался жив, и слава богу. А если бы машина взорвалась? Ведь напряжение небесного электрического разряда иногда достигает сотен миллионов вольт, а сила тока – нескольких сотен тысяч ампер. Температура молнии может превышать 27 тысяч градусов по Цельсию. А это почти в пять раз горячее, чем поверхность Солнца. Так что моему приятелю Александру Губаеву очень подфартило, что такая мощная энергия пролетела в сантиметрах от него. А нам, его друзьям, очень повезло, что мы имеем возможность до сих пор наслаждаться его музыкой и виртуозной игрой на гитаре. Рассказ об удивительных случаях, связанных с молниями, я продолжу одной поразительной семейной историей. Причем слово «поразительный» как нельзя лучше подходит под троекратное поражение трех разных мужей одной и той же женщины. В середине 20 века жила-была в Болгарии дама по имени Марта Маякия. В 1935 году в ее доме появился американский турист Рандольф Истман. Он совершенно случайно попросился переждать непогоду. И так удачно ее переждал, что спустя всего неделю женился на гостеприимной хозяйке. А через несколько месяцев мужчина внезапно погиб от удара молнии. Марта погоревала, погоревала, боль утраты стихла, и спустя некоторое время она вновь вышла замуж. И тоже за иностранца, за француза Шарля Марто. Когда они путешествовали по Испании, второй муж Марты тоже погиб от удара молнии. Шокированная женщина вернулась обратно в Софию, впала в глубочайшую депрессию и угодила с ней в больницу. Там она попала на лечение хорошему немецкому врачу. Они подружились, влюбились и вскоре поженились. Доктору следовало бы и призадуматься о злом роке своей жены и о загадочной каре небесной. Но нет. И третий муж Марты Майки спустя несколько дней после свадьбы тоже погиб от удара молнии. Причем находясь в своем автомобиле. В четвертый раз Марта решила не искушать судьбу. Замуж она больше не выходила. Только в небесной канцелярии знают, за что именно эта дама и ее мужья прогневали небеса. Еще одна поразительная семейная история. В 1899 году молния убила одного итальянца. Спустя ровно 30 лет на том же самом месте грозовой разряд на смерть поразил его сына. А еще через 20 лет, в 1949 году, от удара молнии погиб его правнук. Какая-то совершенно зловещая, воистину дьявольская избирательность. Три человека из одной семьи стали жертвами кары небесной. Или вот еще один загадочный пример. Однажды в Японии во время сильной грозы школьный учитель вел по улице свой класс. Педагог растянул веревку и попросил детей крепко держаться за нее. Молния попала в группу школьников и пронеслась по веревке. В той трагедии погибла половина подростков. Причем погиб каждый четный человек в строю. Нечетных молния не тронула. Иногда особенности поведения небесных электрических разрядов, особенно шаровых молний, похожи на шутки. И чаще всего это очень злые шутки. Бывали случаи, когда шаровые молнии испаряли со спящих женщин золотые или серебряные украшения. Серьги, цепочки и браслеты. При этом кожа оставалась нетронутой. Бывало, что после удара по кошелькам серебряные монеты покрывались слоем золота, а золотые наоборот серебрились. Согласно старинным итальянским летописям конца 18 века в городе Неаполе, на торжественном приеме одного богатого человека, влетевшая в зал шаровая молния сорвала по золоту с мебели и картин и перенесла ее на стены зала. Аналогичную шалость молния проделала в Соединенных Штатах Америки в 1895 году. И эта шутка была весьма изощренной. Шаровая молния сорвала серебряное покрытие, свисевшего на стене старинного рыцарского меча, и распылила его, угадайте куда, на мирно спавшую на полу кошку. Весьма удивительная история произошла с британским офицером майором Саммерфордом. Его пример вошел в историю как уникальный случай избирательности молнии. Они попадали в него трижды, а если уж быть точным, то четырежды. Первый раз это произошло во время Первой мировой войны в 1918 году во Фландрии. Прямо во время боя майор Саммерфорд был поражен ударом молнии. Он свалился с лошади, после чего у него была парализована нижняя часть тела. Саммерфорд оставил военную службу и уехал в канадский Ванкувер. В 1924 году отставной майор поехал на рыбалку. Пошел дождь, началась гроза, и Саммерфорд укрылся под деревом. Вторая по счету роковая молния шарахнула в это дерево. У майора, который едва-едва отошел от первого удара, парализовала правую часть тела. Мистер Саммерфорд вновь научился ходить только через два года. И однажды в 1930 году во время прогулки в парке несчастного майора снова поразила кара небесная. После третьего удара Саммерфорда парализовала полностью, и он вскоре умер. Тот, кто внимательно следил за моим рассказом, спросит, а когда же тогда было совершено четвертое попадание? Вы наверняка сильно удивитесь, но произошло оно уже после смерти невезучего майора. Спустя четыре года после похорон, во время сильной грозы, молния угодила в памятник на могиле, оставив на нем страшную отметину. Могильная плита треснула. После такого жуткого контрольного выстрела в надгробие, история многострадального майора Саммерфорда получила широкую огласку. Еще бы, ведь молния поразила одного и того же человека четырежды. Но вы знаете, четыре попадания молнией в одного и того же человека – это еще не предел. В книгу рекордов Гиннесса внесен уникальный человек-громоотвод по имени Рой Кливленд Салливан. В него молнией ударяли семь раз. И после этого он оставался жить. Задумайтесь над следующим фактом. Шанс притянуть к себе молнию всего один раз в жизни равен примерно 3000 к одному. А вероятность того, что в вас молния ударит семь раз, равна 22 септиллионам к одному. В цифрах это выглядит так. Один септиллион – это такое число, у которого после единички следует 24 нуля. То есть, человек-громоотвод Рой Салливан является не просто рекордсменом по бессмертному приему молний, но он еще и абсолютный чемпион всей нашей огромной вселенной по случайным совпадениям, которые вовсе не случайны. Опишу вкратце все его злоключения. Рой Кливленд Салливан в конце 30-х годов прошлого века стал работать егерем в Национальном парке Шенандоа в американском штате Виргиния. Однажды в апреле 1942 года он прятался от грозы в деревянной пожарной каланче. В эту каланчу шарахнула молния. Это был предупредительный выстрел в небес. Здание загорелось, и Рой выскочил из него. Только он это сделал, как в его правую ногу ударила молния. Егерь получил ожог ноги, ему оторвало ноготь на большом пальце стопы, а в подошве его ботинка образовалась дыра. Но после высоковольтного разряда он остался жив. Во второй раз молния настигла его в июле 1969 года. Рой Салливан ехал на грузовике по горной дороге. Сначала опять прозвучал пристрелочный выстрел, молния угодила в ближайшие к дороге деревья. А затем, пристрелявшись, попала в открытое окно грузовика. От удара Салливан потерял сознание, а электрический разряд сжег его брови, ресницы и большую часть волос. Огромное счастье, что неуправляемый грузовик при этом не слетел с горы и остановился у самого края горной дороги. Прошел год, и молния в третий раз попала в Роя. Ну, на этот раз во дворе его собственного дома. Вы не поверите, но опять прозвучал предварительно предупредительный выстрел. Он ударил силовой электротрансформатор рядом с домом. После чего молния угодила в левое плечо мужчины, оставив на нем сильный ожог. После третьего удара целых два года небеса давали своей самой любимой человеческой мишени передышку. А в 1972 году егерь Салливан получил четвертый удар молнии во время работы в национальном парке. У него загорелись волосы, и он попытался погасить пламя, накрыв голову курткой. Потом забежал в туалет, в котором окончательно потушил огонь с помощью мокрого полотенца. После этого случая невезучий Салливан заподозрил неладное и начал постоянно носить с собой емкость с водой. Только после четвертого удара Рой начал верить в заговор небес, в то, что какая-то злая сила пытается погубить его. Поэтому во время грозы он старался спрятаться в укромном месте. Но как бы не прятался Рой Салливан от опасного ненастья, но в небесной канцелярии на него были свои планы. И однажды он просто не успел убежать от бури. Не смог спрятаться от грозы под надежной крышей. В августе 1973 года он патрулировал территорию национального парка. И в него в пятый раз попал мощный электрический разряд. Молния опять подожгла волосы, прошла через левую часть тела и сбила с егеря обувь. Рой сумел доползти до грузовика и вылить на себя воду из емкости, которую всегда возил с собой. После этого многие знакомые Салливана стали опасаться находиться рядом с ним на открытом воздухе. Они боялись попасть под раздачу вместе с невезучим Роем. Однажды произошел забавный случай. Егерь Салливан вместе со своим начальником, с главным инспектором гуляли по национальному парку Шенан-Доа. Начался дождь, грянула гроза и неподалеку сверкнула молния. Шеф Салливана испуганно вздрогнул, внезапно вспотел, сказал «Увидимся позже» и очень быстро удрал из парка. В шестой раз молния ударила Салливана 5 июня 1976 года, а в седьмой раз 25 июня 1977 года во время рыбалки. Все семь ударов молнии, которые каким-то невероятным чудом пережил Рой Кливлин Салливан, были задокументированы очевидцами. Смотрителем национального парка Шенан-Доа Тейлором Хоскинсом, а также подтверждены врачами, которые исследовали и лечили ожоги мужчины. Все семь попаданий были внесены в книгу рекордов Гиннесса. А вот восьмой удар не был официально подтвержден, поэтому он и не попал в книгу рекордов. На самом деле он был не восьмым, а самым первым по счету. И произошел он в детские годы героя. Будучи еще подростком, он помогал своему отцу в поле, и они вдвоем косили траву. Именно тогда, впервые в жизни, молния угодила в косу Роя, при этом не задев и не покалечив его. Рой Кливлин Салливан умер в возрасте 71 года. Умер не от молнии, он погиб при загадочных обстоятельствах. Официальная версия покончил с собой, выстрелив себе в голову. По некоторым данным он сделал это из-за неразделенной любви. Неразделенная любовь у старичка, разменявшего восьмой десяток лет, это очень романтично. Может быть, все эти относительно безвредные молнии были гигантскими стрелами Амура Великана? Но мне наиболее вероятной кажется версия самоубийства, откопанная дотошными журналистами. Она связана с тем, что жена Роя была моложе его на 30 лет. Сегодня в выставочных залах рекордов Гиннеса в Нью-Йорке и Южной Каролине находятся две шляпы Роя Салливана. Две шляпы, пронзенные молниями. То, что после удара молнии можно выжить, вы уже знаете. А вот можно ли остаться в живых во время ядерного взрыва? Ответ на этот вопрос вбит в мою голову много лет назад моим флотским замполитом. Он тогда произнес шутку из черного юмора. Если вы увидите ядерный грипп, то немедленно заворачивайтесь в белые простыни и организованно идите в сторону кладбища. Вот такой вот ядрено-ядерный армейский юмор. На той же политинформации замполит рассказал удивительный случай счастливого спасения одного человека сразу в двух ядерных катастрофах. Якобы некий японский то ли курьер, то ли почтальон сначала побывал в Хиросиме в день сброса на нее атомной бомбы, выжил в том аду, сел на велосипед и поехал домой, в Нагасаки, где стал очевидцем второй ядерной бомбардировки. И тоже остался жив. Спустя годы я вспомнил эту историю и решил найти имя того почтальона. Искал долго, но не нашел. Именно историю о почтальоне не отыскал. Зато обнаружил аналогичный случай, который является единственным в мире официально признанным фактом выживания человека сразу после двух ядерных ударов. Имя этого человека – Цутому Ямагучи. В 1945 году Ямагучи было всего 20 лет, и он работал инженером в компании Митсубиси. 6 августа он прибыл в Хиросиму в деловую командировку. В 8 часов 15 минут он вышел из трамвая, увидел яркую вспышку света и был сбит на землю ударной волной бомбы с коварно-ласковым именем «Малыш», которая взорвалась высоко в небе, в 500 метрах над городом. 70 тысяч жителей Хиросимы погибли мгновенно. Более 100 тысяч человек умерли в страшных мучениях в будущем. Инженер Цутома Ямагучи находился всего в трех километрах от эпицентра. Он временно ослеп, получил ожоги в верхней части тела, у него пробило барабанную перепонку. Но он остался жив. Следующую страшную ночь он провел в бомбоубежище среди умирающих и кричащих от боли людей. А утром Ямагучи пробрался через сожженный и зараженный радиацией город, чтобы уехать к себе домой. Родной дом у него находился в Нагасаки. Именно на этот город 9 августа 1945 года американцы сбросили вторую атомную бомбу с шутливым названием «Толстяк». В этот момент инженер Цутома Ямагучи находился на работе. Он был в офисе. Как раз объяснял своему начальнику, как ему удалось выжить в аду тремя днями ранее. И тут неожиданно всю комнату заполнил белый свет. Спустя полминуты над Нагасаки вырос огромный страшный черный гриб. Ямагучи потом вспоминал об этом так. «Я подумал, что облако в виде гриба преследует меня из Хиросимы». В августе 1945 года Цутома Ямагучи полностью облысел, стал глухим на дно уха, а его раны пришлось бинтовать еще в течение 12 лет. Когда Ямагучи было уже за 80, он написал книгу о своих впечатлениях и принял участие в документальном фильме, название которого переводится с японского как «дважды бомбленные» или «дважды выжившие». Несмотря на двойной ядерный удар, Цутома Ямагучи прожил 93 года. Перед тем, как умереть от рака желудка в 2010 году, он стал активным участником кампании по борьбе с ядерным оружием. Но что удивительно, он никогда в своей жизни не допускал каких-либо антиамериканских высказываний. Для современной Японии это типично. Однажды в Нью-Йорке был показан фильм с участием Ямагучи, где он, сидя в инвалидном кресле, умолял аудиторию бороться за отмену ядерного оружия. Там прозвучали такие слова. «Я дважды испытал на себе ядерные удары и очень надеюсь, что третьего не будет никогда». Очень хочется в это верить, не правда ли? Это была программа «Невредные заметки» тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин